Друзья, приветствую! Роман из Симферополя передал образцы масла Ravenol VSE 020. Так вот, смотрите, свежие и отработка. Отработку мы прям взяли у него из картера. Это зелененькое маслице, масло C5 с новыми допусками volkswagen 508 509. Ну и можно приступать к созданию эталона, потом проверять отработку. Так, закладываю пару капель, сейчас обновлю спектрограмму на ранее созданные баллонки и посмотрим, что намерит прибор. Так, вот такая спектрограмма, ничего так супер-пупер какого-то не видно здесь. Посмотрим сейчас сколько эстеров, но сразу видно, что их здесь минимальное количество. Масло заявленное как созданное на PAO. Так, смотрите, есть эстеры, обычные причем, примерно до полутора процентов, но минимальный уровень. Есть похоже там по углу и полиэстеры, но тоже минимум какой-то, еще меньше, а может один процент. Так, противоизносных прибор намерил 74%. Да, видно, что это C с пониженным уровнем противоизноски фосфора цинка. Выставляю этот уровень как 100% и посмотрите, что намерил щелочной. Намерил прибор 7,3. Производитель заявляет 8,3, но учитывая разницу ГОСТов свежей отработки, вполне, вполне адекватная цифра. То есть я даже ее корректировать не стану, так и оставлю. И кислотная здесь 1,52. Тоже достаточно низкая такое. Ну, есть запасик для цешки неплохо. Так, значит, приступаю к проверке отработки. Это Кодиак 21 года в двухлитровом турбо TSI CZ PE 180 сил, работающий по циклу Миллера. Объем масла 5,7. Пробег около 9000 километров. Так, смотрите, 53% по противоизносным присадкам, но турбо и свежий мотор может еще чуть под прикатывается, гликоля нет. Вот здесь вот очень загадочный момент. Нитрование 0. Вообще непонятно. Хотя на эталоне выставлены были значения сажи 0,01%. Ну, пробег небольшой, всего 80 мот часов. Так, кислотная 2,14, по чуть-чуть подрастает, ну и также по чуть-чуть падает. Щелочной запас еще есть. Воды, в принципе, прилично. 974. Мы брали с утра. Возможно, это еще не успело пропариться масло хорошенько, поэтому воды чуть больше. Так, сейчас покажу вам, значит, сравнение вязкости. Да, по нитрованию какой здесь момент. Учитывая нули, не получится оценить ресурс по оксидам азота. У Романа было две канистры 4-литровые, с одной заливалось и с другой брали образец свежего. Судя по всему, по крайней мере, мое мнение такое, что они отличаются. Поэтому не получится оценить деградацию по этому параметру. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться на канал, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Видим небольшое разжижение, это абсолютно нормально. И давайте посмотрим, что намеряет прибор, что, что, какие показатели. Значит, ресурс у меня, прогноз по ресурсу получился 16 тысяч километров, но учитывая высокую и среднюю скорость, 350 моточасов для двадцатки отличный результат, но, видимо, это работа ПАУ и по вязкости, вот, смотрите, 533. С нитрованием, как я уже говорил, не получится, потому что в отработке уровень нитрования ниже, чем в свежем. Повторюсь, что две канистры, вот, и если это не какой-то глюк прибора, скорее всего, это не глюк прибора, скорее всего, это некоторое отличие в партии. Причем такое, не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, возможно, в первой канистре он как-то был подзавышен, вот, но, тем не менее, значит, разница есть, тут не оценить, что произошло. А может быть, блин, какой-то, блин, разнос в партиях производства, не знаю, затрудняюсь ответить, по крайней мере, я этот параметр не учитывал. Ну, что можно сказать по маслу? Масло, на мой взгляд, для двадцатки отлично отработало, 350 моточасов прогноз, возможно, что дальше как бы даже он чуть-чуть увеличится, потому что чем ближе к сработке, тем степень падения замедляется щелочного, то есть чем больше разница между щелочным и кислотным, тем быстрее происходит процесс их сближения, и чем меньше разница, тем больше этот процесс замедляется, как-то так. Вот, да, по разжижению здесь плюс 15 процентов, я не проговорил, ну, а так сложно что-то сказать, мотор свежий, мотор еще как бы не набрал все необходимые кондиции, отчасти и это, наверное, повлияло на такой ресурс, что все системы работают идеально, вот, и поэтому и масло деградирует так медленно. Ну, вот, единственный момент, что противоизносочка подработалась, не знаю почему, в общем-то, 80 моточасов, не так много, ну, были скорости, вот, Роман написал, что у него там были высокие скорости, может быть, связано с этим. Вот такой получился тест, благодарю Романа за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!